Итак, сегодня утром, точнее как бы с ночи армия начала разбрасывать листовки над Рафиахом и рассылать там сообщения на телефоны гражданских в том числе, да, причем с такой инфографикой, где показано откуда и куда нужно перемещаться. Речь идет о восточных окраинах города Рафиах и перемещаться оттуда люди должны в Аль-Маваси, это гуманитарная зона, она находится на северо-западе сектора газа, в последнее время ее так существенно увеличили и она достигает практически западных окраин Хан-Юнеса. Все это говорит о том, что израильская армия судя по всему начнет, точнее уже начинает операцию в Рафиахе, последний оплот, последний бастион Хамаса. Но почему именно речь идет о восточной окраине? Дело в том, что там находятся два таких поселка, которые примыкают к КПП Рафиах, тот самый КПП, который связывает газу соответственно с Египтом. И если мои предположения верны, то судя по всему армия хочет взять под контроль этот КПП и взять под контроль коридор Филадельфия, вот этот участок границы, который связывает газу с большой землей, в данном случае с Египтом. Без этого контроля нет смысла проводить эту операцию, потому что у Хамаса сохраняется сообщение с Египтом. Египтяне там активно участвуют в контрабанде, это ни для кого не секрет, там у них развита очень коррупция, они там финансово в этом тоже очень заинтересованы и так далее. И вот возможно Израиль по собственной инициативе, а возможно по договоренности с Египтом все-таки возьмет под контроль Филадельфию, возьмет под контроль КПП Рафиах, таким образом удастся окружить Рафиах полностью и вот тогда собственно приступать к его штурму. А за это время можно успеть эвакуировать оттуда гражданское население, какового там насчитывается по разным данным от 800 тысяч до миллион. Почему это произошло? Казалось бы, вот уже были близки к заключению сделки, Хамас говорит, что это вот Израиль все сорвал, Израиль пошел на опасную эскалацию, но это не так. Дело в том, что случились две вещи. Хамас, во-первых, продолжает настаивать на своих требованиях с каждым раундом переговоров, их буквально ужесточая и увеличивая. Вообще в переговорах так не делается. Стороны выработали какую-то позицию, пошли на какие-то взаимные уступки и договорились. Здесь с каждым раундом переговоров Хамас выкатывал все новые и новые условия. И звезду с неба, и кое-что на блюде, и все на свете, и прекращение войны. Израиль не соглашался на это, потому что это противоречит заявленным целям войны. На длительное перемирие, да. На прекращение войны даже записать это в договор нет. Хамас потребовал гарантий международных. Причем, внимание, от Соединенных Штатов, России, Китая и Ирана. Это как вообще? Во-первых, смешать в кучу всех. Во-вторых, каким образом эти страны могут гарантировать Хамасу? Ну, я понимаю, Иран, да. Если Израиль не выполнит свои требования, нанесем там удары и так далее. Ну, короче, какой-то бред, но не суть. В общем, Хамас эти переговоры как будто целенаправленно срывал. Почему это происходит? Опять же, вот моя мысль заключается в том, что Хамас тянет время, постоянно перенося заключение этой сделки. Давайте мы еще вот сейчас вот почитаем, давайте мы внесем правки. Мы прилетели в Каир, мы улетели из Каира, у нас идут консультации, вот у нас еще есть правки, вот еще у нас есть требования, вот еще какие-то там добавочные пункты и так далее. Они надеются на то, что международное давление заставит Израиль прекратить войну вообще без сделки по освобождению заложников. Тогда все полный профит. Сенвар получает сохранение себя физически, сохранение власти в секторе газа и прекращение войны. Ну, полная вообще безоговорочная победа. По сути, такая капитуляция бы со стороны Израиля, так это выглядело. Израиль, понятное дело, с таким согласиться не могут и это невозможно просто физически, это угрожает самому существованию государства. И в итоге Израиль пошел на операцию в Рафехе, судя по всему. Ну, сейчас этот вопрос еще что называется решается, но и удары наносятся, и эвакуация началась, все указывает на это. Вторая причина. Хамас вчера обстрелял КПП Керем Шалом. Это южное КПП, которое находится вот там тоже недалеко от Рафеха, и через это КПП поступала большая часть гуманитарной помощи. Когда ты говоришь о прекращении войны, ты как бы не обстреливаешь КПП, через который ты же получаешь гуманитарную помощь. Там погибли трое израильских солдат, срочники, ребята молодые, и еще 10 получили ранения. Из них трое из этих раненых в тяжелом состоянии сейчас в реанимации. Вот это, видимо, была последняя капля, которая вот капнула в чашу терпения и, что называется, пошло через край. Было накануне заседания правительства, единогласно проголосовали за проведение операции в Рафехе. Войска готовы, техника сосредоточена, все, вот начинаем операцию. Последний шанс спасти Хамас, там предпринимают сейчас всякие разные наши, прости господи, международные партнеры. Вот Дэвид Бернс, глава ЦРУ, прилетел сейчас на Ближний Восток и тут пытается в ручном режиме разруливать все это дело. Но даже американцы уже, и у них начинает лопаться терпение относительно Хамаса. Вы уже получили все, уже вот все уступки возможные. И гарантии они готовы были дать, но Хамас вот ведет себя так, как будто он избегает заключения этой сделки. Ну раз избегаете, раз приговоренный к смерти отказывается от отсрочки приговора, ну что остается делать? Остается только привести этот приговор в исполнение. Опять же, вчера появилась информация о том, что это писало издание Axios. Не то, чтобы самое надежное издание в принципе, но тем не менее, вот со ссылкой на некие источники, что штаты задержали на неделю поставку очередной партии оружия и боеприпасов в Израиль с целью вот осуществить давление на еврейское государство, на нашу администрацию. Это возможно, там у президента, например, право вета есть на любую поставку. Неважно утверждена она Конгрессом или нет, есть право вета. В свое время, в 2014 году, я этот случай уже описывал, но расскажу его еще раз. Обама прямо посреди операции «Несокрушимая скала», когда наша пехота вела там тяжелые уличные бои в Газе, когда вертолеты осуществляли огневую поддержку наземных подразделений, у нас начали заканчиваться запасы ракет Hellfire, основное оружие вертолетов Apache, и Обама наложил вета на их поставку. У нас же как происходит? У нас при Пентагоне сидит постоянная миссия Цахала, и она в режиме реального времени буквально заказывает поставку с американских складов. Вот так у нас устроен механизм американо-израильского сотрудничества оборонного. То есть в реальном времени заказали, американцы отгрузили, и тут же вот в понедельник вечером заказали, во вторник вечером боеприпасы доставлены. Буквально вот так происходило. И Обама наложил вето на очередную поставку. Через несколько дней он это вето снял, и боеприпасы дошли, но это была с его стороны такая в чистом виде угроза, воспитательная мера, поскольку он тогда активно подталкивал нас к тому, чтобы мы войну закончили. Возможно, администрация Байдена поступает таким же образом, но ни администрация Байдена, пока ни израильская администрация не подтверждает этот факт, что была какая-то задержка в поставках. Возможно, это некое такое тестирование общественного мнения. Сейчас очень много вообще сливов есть, да, вот из различных администраций, из нашей, из американской, через прессу, вот в качестве такого тестирования. Иногда они соответствуют действительности, иногда нет, но в целом это вот такая идет проверка, да, как вот отреагирует общество, как политики отреагируют и так далее и тому подобное. На севере обстановка тоже такая, прямо скажем, крайне неблагоприятная. Вчера были очень мощные залпы по Кириадшмоне, там порядка 70 ракет. Сегодня утром обстреливали голландские высоты, там есть город Кацрин, но это, грубо, столица голландских высот. Тоже обстреливали ракетами. В Кириадшмоне были прилеты, там пропало электричество, попали, по всей видимости, в какой-то энергообъект и попали в жилой дом ракетой. Были там разрушения, слава богу, обошлось без жертв, что в том, что в этом случае. Но в целом Хизбалла так чуть-чуть этот вентиль приоткрывает эскалации, и Хизбалла отвергла французскую инициативу. Напомню, в чем она заключалась. Хизбалла отходит на 10 километров от границы, отводит свои подразделения Радуана, прекращает обстрелы израильской территории, Израиль прекращает ответные удары по ливанской территории, и начинаются переговоры между Бейрутом и Иерусалимом по поводу демаркации границы. В принципе, для Хизбаллы это был бы тоже абсолютный профит, вот объявляя своей победе. Склонились ионистов, значит, к территориальным уступкам, хотя речь шла только о переговорах. Но, тем не менее, Хизбалла на это не соглашается, и Хизбалла увязывает окончание эскалации на севере с окончанием войны в Газе. Вот прекратите огонь в Газе, закончится война там, посмотрим, что делать на севере. Пока Израиль отвечает ударами по южному Ливану, артиллерия, авиация, бомбили Баальбек опять, это такой дальний город, там тоже такая одна из опорных баз Хизбаллы находятся, там их тоже какие-то важные объекты, в частности, объекты ПВО, которые прикрывают небо там над Ливаном, не сильно прикрывают, как мы видим, но тем не менее. Что касается Галан, это обстреливали из Ливана тоже, но там иногда обстреливают и из Сирии, и иракские тоже, значит, какие-то партизаны там подключились к обстрелам. Вообще, вот как вчерашний день выглядел в Израиле с точки зрения войны, я вам сейчас опишу. 5 мая, это удары по Рафеху наносились, был удар по Керем Шалом, да, с нашей стороны было трое погибших. В Ливане мы бомбили Баальбек, Хизбалла обстреливала Кириад Шмону, из Сирии были обстрелы, израильские танки в ответ вели огонь по сирийской территории, значит, ВВС Израиля сбили беспилотники, запущенные из Ирака, этими шиитскими милициями в сторону Израиля, и на западном берегу операция в Тулькарами, где там громят сейчас структуры Хамаса, там были тяжелые такие уличные бои с террористами, в итоге там пятерых, по-моему, как, да, пятерых ликвидировали, одного такого довольно известного террориста арестовали, это были структуры Хамаса, у нас один боец спецназа получил тяжелое ранение, вот это я вкратце описал, только один день, вот что значит воевать на много фронтов одновременно, вот так, это еще хуситы не подключались ко всей этой истории, хотя хуситы, вот как я уже говорил, да, обещают теперь обстреливать и топить корабли аж в Средиземном море, каким образом, я понятия не имею, но вот такая угроза с их стороны последовала. Ну и последнее, пожалуй, что скажу, это в Израиле закрыли отделение Аль-Джазиры, здесь было отделение этого канала, да, абсолютно антиизраильского, который переполнен антиизраильской пропагандой, который показывает кадры, которые у нас вообще запрещены к показам, там с гибелью израильских солдат и так далее, так далее. В общем, полгода судились, рядились по этому поводу, и в конце концов правительство приняло решение закрыть офис Аль-Джазиры в Израиле, оборудование конфисковано, иностранные сотрудники будут депортированы, а местные сотрудники распущены по домам. Насколько это вообще нужно, я честно сказать не знаю, дело тут, конечно, не в свободе слова, мы на войне в конце концов, а война и свобода слова плохо очень сочетаются между собой, дело в другом. Дело в том, что как смотреть Аль-Джазиру можно по-прежнему. Можно через YouTube, можно через мобильное приложение, можно через спутниковые тарелки. Их сайт заблокирован на территории Израиля, вещание Аль-Джазиры, которое было в кабельных операторах, в сетях кабельных операторов израильских, такие есть две крупные компании, Hot и Es, тоже прекращено. В остальном же, смотри, сколько влезет. Вот сейчас включить компьютер, там YouTube, и пожалуйста, там идет прямая трансляция Аль-Джазиры. Для чего это нужно было, я не знаю. Ее не закрывали, я точно знаю, что ее не закрывали, из-за того, чтобы не поссориться с Катаром. Потому что Катар был важным посредником, в переговорах и так далее. Но поскольку сделка никак не заключается, роль Катара сейчас довольно сильно потускнела, в основном там роль посредника исполняет Египет, то по всей видимости решили поступить таким образом. Я еще раз говорю, я не вижу особой целесообразности в этом шаге, но решение принято, офис закрыт. Сейчас они наберут фрилансеров, те будут телефонами снимать, как это в общем и происходит. Но с другой стороны, в конце концов, абсолютно такой вот, как бы сказать, враждебный, можно сказать, вражеский канал, да, работал на территории Израиля совершенно легитимно. Все полгода, которые прошли с начала войны, наверное, это имело смысл исправить. Насколько это там повлияет на их пропаганду и так далее, я полагаю, что не повлияет никак. Это больше сделано для внутреннего употребления, эта история.